МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Территория Кустанайской области 196 тысяч квадратных километров. Это более 7% от общей площади Казахстана. Регион имеет весьма выгодное экономико-географическое положение. Внутри страны он граничит с четырьмя областями. Североказахстанской, Акмолинской, Карагандинской и Актюбинской. Общая протяженность границы с Россией, которая проходит вдоль Оренбургской, Челябинской и Курганской областей, составляет 1242 километра. Кустанайская область является уникальной железорудной и бокситовой базой республики, где сосредоточено почти 93% запасов железной руды страны и 4% от мирового запаса. В регионе разведано около 400 месторождений полезных ископаемых и минерального сырья. Здесь работает крупнейшее предприятие в странах СНГ по добыче и обогащению железных руд. Соколовско-Сарабайский горнообогатительный комбинат. Основная продукция – железорудные концентраты, железорудные окатыши, сырье для доменных печей Казахстана, России и Китая. С 1990 года производительность товарной продукции выросла с 6,5 миллионов тонн до 18 миллионов тонн. В этом году на предприятии отметили 60-летний юбилей. 20-тысячный коллектив горняков президент страны поздравил лично во время рабочей поездки по региону. В сложный период, когда были разорваны экономические связи между республиками Советского Союза бывшего, мы с вами вместе прошли непростой путь в становлении нового независимого Казахстана. За последние годы на предприятии произведена глубокая техническая модернизация. Это позволило снизить себестоимость продукции, повысить объемы производства. В ближайшее время объединение намерено реализовать еще три инвестиционных проекта общей стоимостью 250 миллиардов тенге. Горно-обогатительный комбинат – активный участник первой пятилетки индустриализации страны. Здесь построен металлопрокатный завод мощностью 75 тысяч тонн проката в год. Благодаря реализации прорывного проекта предприятие из разряда горнодобывающих перешло в число горнометаллургических. Еще одним проектом, вошедшим в карту индустриализации страны, стал запуск технологической секции на одном из фабричных комплексов. В результате годовое производство концентрата с 66% содержания железа увеличилось до 18 миллионов тонн. Горники знают, без поддержки государства здесь было не обойтись. Горнодобывающая отрасль всегда являлась основной составляющей бюджета области. Еще в 2011 году на ее долю приходилось 65% от общего объема промышленного производства региона. В последние годы такая серьезная зависимость снижается. За эти годы мы реализовали более 70 инвестиционных проектов. И сегодня создали порядка 5000 новых рабочих мест. И за счет этого обрабатывающая промышленность долю свою подняла до 48%. То есть мы снизили практически на 20% влияние горнодобывающей промышленности. Кроме традиционных производств, пищевой и легкой промышленности в регионе появились такие новые направления, как металлургия и машиностроение. Они оказывают существенное влияние на макроэкономическую ситуацию. Собирать автомобили методом крупноузловой сборки на Костанайском заводе начали в 2010 году. Тогда с конвейера сходили машины лишь одной марки. Сегодня на предприятии производят авто шести брендов из Южной Кореи, Франции, Японии, Китая и Италии. В конце 2013 года мы запустили мелкоузловое производство автомобиля Сан-Йонг-Намад. Это первый казахстанский внедорожник. У нас на него есть лицензия. Больше он нигде не производится. Мы его свариваем, мы его окрашиваем, мы его и собираем. И мы с этим продуктом собираемся идти на рынок России со следующего года. Это будет первый экспортоориентированный автомобильный продукт Казахстана, который соответствует требованиям достаточной переработки. Реализация новых инвестпроектов, а таких за последние 4 года на предприятии было 5, помогла выйти на новый уровень. За 3 года доля области по производству автомобилей в республике увеличилась до 15,5%. При этом глава региона признается, что еще несколько лет назад завод нуждался в срочной реанимации. Тогда встать с колен на колеса помогла государственная поддержка. Это территория бывшего дизельного завода, к нему глава государства имеет самое прямое отношение, еще бытно с председателем Совмина Казахской ССР, принимал активное участие в его строительстве. Самый сложный период в жизни уже независимого Казахстана все сделал для того, чтобы сохранить этот объект. И уже по его поручению в годы развития получила вторую жизнь это предприятие. Здесь началось автомобилестроение. Сегодня производственная площадь завода занимает более 70 тысяч квадратных метров. Здесь работают несколько линий крупной и мелкоузловой сборки. Последний метод позволяет существенно увеличить долю казахстанского содержания в продукции. Сейчас она составляет 44%. Ежедневно на предприятии собирают порядка 20 автомобилей. При этом отмечается тенденция постоянного роста. В 2011 году с конвейера предприятия сошло 869 машин. Через год здесь собрали 2691 автомобиль. В 2013 завод выпустил 7030 машин. В этом году с конвейера сойдут 8500 авто. Тойота Фортуна, рожденный в Казахстане. Историческим на заводе называют запуск производственной площадки Тойота. Она стала первой в Центральной Азии и второй в странах СНГ. Производство внедорожника осуществляется методом мелкоузловой сборки, который включает в себя сварку и окраску кузовов. Виктор Борисов пришел на завод 28 лет назад электросварщиком. Теперь он главный наставник для молодежи. Говорит, что от таких производственных линий голова идет кругом. Еще 10 лет назад такого не могли представить даже в самых смелых мечтах. Тогда был проект дизельный двигатель, а сейчас это уже автомобили. Уровень, конечно, выше, технологии сложнее и современнее. Сегодня на автозаводе работают 1400 человек. 25% из них это женщины. В ближайшее время на предприятии совместно с иностранными компаниями планируют реализовать еще ряд проектов. Трудоустроиться смогут несколько десятков жителей города. Фактически производительность труда приближается уже к 150 тысячам долларов на одного человека. Если в среднем по Кустанайской области, то это в 4 раза больше, чем в среднем по Кустанайской области. Поэтому производство автомобилей – это, конечно, достаточно интересный новый для нас этап. За период реализации карты индустриализации в области введено в эксплуатацию 74 объекта. Завод по производству мелкосортного проката мощностью 450 тысяч тонн в год – один из крупных инвестпроектов региона. Сейчас мы примерно прокатываем по месяцу где-то 12-15 тысяч тонн. На данный момент уже отгружено 20 тысяч тонн арматурного металлопроката. Металлопрокат поставляется на данный момент на рынок Киргизстана, Таджикистана, Узбекистана. Завод построен по современному проекту. Используют здесь передовую технику, выпускают арматуру различной длины и диаметра. В том числе и уникальную марку продукции, которая позволяет экономить до 25% металла при строительстве. Изначально стальные брухи помещаются в печь. Здесь они нагреваются до 1260 градусов. После этого начинается прокат. Длина производственной линии более 250 метров за время ее прохождения. Из одной заготовки получают около полутора километров арматуры. Предприятие стало первым в стране производителем термоупрочненной арматуры из первичного сырья. Она применяется в железобетонном строительстве. Ежегодно Казахстану такой продукции только на гражданское строительство требуется около 900 тысяч тонн. За последние годы в Кустанайской области почти в два раза увеличилось количество предприятий, работающих в сфере строительной индустрии. Сегодня их 145, а еще в 2011-м таковых насчитывалось чуть больше 80. Домостроительный комбинат возвели с нуля за год с небольшим. Работает он практически без остановок. Уже очень высок спрос на продукцию. На пяти дорожках производят несколько видов железобетонных изделий. После заливки для прочности конечного продукта на каждой дорожке включается автоматическая система пропаривания. На сушке изделия находятся 12 часов. На предприятии выпускают железобетонные изделия, необходимые для гражданского, сельского и промышленного строительства. Мы будем производить где-то до 120-130 тысяч кубометров бетона. То есть производительность завода 70 тысяч квадратных метров жилья. Если будет потребность больше, завод способен увеличить до 40 процентов производительность. На полную мощность домостроительный комбинат заработает весной следующего года. Новые технологии позволяют выпускать продукцию высокого качества. Если сравнить прежние времена по изделиям арматурным, которые вязались проволоками, то современные технологии позволяют все это делать гораздо быстрее, качественнее. Уровень выпуска арматурной продукции увеличился порядка 50-40 процентов. В общем, что позволяет обеспечить строительство дома в два-три раза быстрее прежних показателей. В обрабатывающем секторе более 50 процентов занимают производство продуктов питания. Это практически позволяет области обеспечивать себя основными продовольственными товарами. Регион занимает первое место в республике по производству муки. Второе по выпуску шоколадных конфет и кондитерских изделий. Третье по макаронной продукции. И четвертое по производству крупенных изделий, сыров и творога. Число субъектов малого и среднего бизнеса в области ежегодно увеличивается. Этому способствует ряд государственных программ. Одной из самых востребованных и пользующихся популярностью среди предпринимателей стала дорожная карта бизнеса 2020. Предприниматель из Лисаковска Айгуль Болгобаева над своим проектом работала почти год. Полтора миллиона тенге на раскрутку получила в виде гранта в рамках программы развития моногородов. Сегодня в ее ателье по пашеву казахской национальной одежды полно заказов. Новое производство в 40-тысячном городе оказалось весьма востребованным. Предпринимательница сама следит за качеством и разрабатывает эскизы. Все, что комплект нужно для приданного невесты полностью от а до я, свадьбы казахские, это все, это наряды кузызату, это свадебные, это акжолы всевозможные, это всевозможные дорба, куржины, которые ни одно семейное мероприятие, ни свадебное, ни сватовство, ни юбилея не проходит без них. В совокупности поддержка предпринимательства позволила увеличить в регионе количество активных субъектов малого и среднего бизнеса с 33 тысяч в 2010 году до 42 тысяч в текущем. Положительно отразилась на рынке труда области реализация программы «Дорожная карта занятости-2020». Только в этом году в рамках данной программы региону выделено 5 миллиардов ценген. Это позволит реализовать 110 инфраструктурных объектов и трудоустроить в два раза больше людей, чем в предыдущие годы. Особое внимание начинающим специалистам. Уровень молодежной безработицы в регионе заставляет 3,4% при общереспубликанском 4,6%. Значительное влияние на социальное самочувствие жителей области оказывает состояние образования и здравоохранения. В целях обеспечения сельского населения медицинскими услугами за два года в области планируется построить 16 амбулаторий, 8 уже сданы под ключ. На это выделено более полутора миллиардов тенге. Современный лечебный центр с новейшим оборудованием появился и в селе Новониженко Ауглийкольского района. Умница. Дыши хорошо. Детские специалисты, процедурная противотуберкулезная служба, аптека и даже своя вода, свет и тепло в деревне на 2300 человек. Новую амбулаторию построили за полгода. Светлана Котляр проходит необходимый курс лечения рядом с домом. Необходимость ездить в районную больницу за 25 километров от пала. Очень удобно, что и лечение получаем, и находимся дома. Уже не надо не ехать в Семьозерку, лежать в больнице. Мне, например, очень удобно. В районной больнице считают, что такие обновления притягивают в села молодых специалистов. В Караганде и Астане проходит обучение 60 будущих врачей из числа местных ребят. С ними уже заключены договоры после института в родное село. В этом году нам прибыло уже четверо молодых специалистов. В прошлом году прибыли. И они закрепляются на селе. Потому что есть государственные программы в виде подъемных, в виде суд на жилье. И люди, врачи остаются. В ближайшие годы область планирует увеличить охват сел централизованной системой водоснабжения. Пока таковая есть лишь в 27% населенных пунктов. Чиновники уже ставят вопросы об увеличении финансирования программы Ахбулак. Наряду с этим принимаются меры по строительству локальных систем на основе государственно-частого партнерства. За последние пять лет в регионе появились 10 молочно-товарных ферм, 13 племенных хозяйств репродукторов, 18 крупных откормплощадок и 5 птицефабрик. Из-за рубежа завезено 12 тысяч племенного поголовья. Из них около 9 тысяч мясной породы. Костанайские животноводы успешно перенимают опыт австралийских фермеров. Несколько лет назад в степях Карабалыкского района появилась самая настоящая ранчо. Здесь разводят коров породой абердинангус. Они отлично переносят суровые зимы северного региона и хорошо прибавляют в весе – сутки до килограмма. При выходе на полную мощность, численность стада возрастет до 5 тысяч. Его половину составит маточное поголовье. Экономическое развитие сельскохозяйственной отрасли Казахстана дает большие надежды. Здесь обширные поля и хорошая почва. Именно это и становится преимуществом и действительно показывает, чего можно добиться. И не только здесь, но и повсюду в стране. Подобная ферма появилась и недалеко от города Аркалык. Рабочие места здесь получили около 60 сельских жителей. Развитие села и продовольственная безопасность – главные цели местных фермеров. При выходе на полную мощность ферма будет давать стране около 50 тысяч тонн мраморного мяса в год. Сначала им заполнят внутренний рынок. После этого Аркалыкская продукция пойдет на экспорт. В плане межрегионального сотрудничества Кустанайская область уверенно двигается вперед. За последний год доля Российской Федерации в общем товарообороте региона выросла на 5% и составляет 48% или 932 миллиона долларов США. Для дальнейшего развития экономики в области ведется разработка по 34 месторождениям полезных ископаемых. В среднесрочной перспективе это позволит привлечь в экономику региона 280 миллиардов тенге инвестиций. Особое внимание будет уделено созданию угольного кластера на месторождениях Тургайского бассейна, запасы которого составляют более 7 миллиардов тонн. Общая стоимость проекта с учетом строительства ТЭС и углехимического комбината по предварительным расчетам составит не менее 5 миллиардов долларов.